Не сказали, что надо до 19-го. Ничего не сказали. Не сказали, что 19-го, что вы принесли списки. Мы собирали списки. Вчера я смотрю по телевизору до 26-го, а у нас еще 10 человек не хватает. Когда я пошла туда, она до 250, но у нас больше, чем 250. Когда я пошла в эту, сегодня прихожу в электоральную, они говорят, что это самое, уже поздно, до 19-го. Так почему не дают 30 дней? Это первое. Второе. Почему нам не объяснили, что это до 19-го? Вот сын тут не расписался, что это до 19-го. Они сидят и улыбаются, ничего не говорят. Как жить в этой стране? Мы украинцы, как жить? Вот тут у меня мать, бабушка жила, а мать пришла по ликвидации неграмотности. Отец жил, все мы тут жили. Я уже имею 60 с чем-то лет тоже живу. Никуда нельзя. Нас выпускают, потому что мы вели русскоязычные. А как жить в этой стране? И вы сегодня принесли? Я не принесла списки. Потому что вы еще не готовы? Нет, я думаю, так они уже до 19-го приняли, а сегодня уже не принимают. Понятно, да. Вот так, что я буду, если я консилирую, только сказали до 19-го. Но если бы они нам сказали до 19-го, мы принесли, сколько бы имели? Они ничего не сказали. Все равно не приняли бы, если нет, 250. Не приняли бы? У меня есть 250. У нас есть 250, просто нам надо было прийти в 19-го. Нам никто не сказал. Они говорят, смотрите телевизор. Так я буду собирать списки или смотреть телевизор, скажите мне. Или в интернете написано, не знаю как. В интернете мы пошли, они нам дали вот это, чтобы мы посмотрели, что надо. Регламент, да. Мы когда пошли в воскресенье, нету, ничего не показывал в интернете. Вот у меня в библиотеке есть, я могу показать, что я записала, что мы записываем. Ничего. И как вас зовут, какая общественная организация? Диамант. 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 Чем занимаетесь? Мы помогаем людям вещами, деньгами. И хотели в политику, но не получилось? Мы не хотели в политику, мы хотели другое. У меня есть борьба с коррупцией. Я вижу, как канцелиеры какие дома построили, я вижу, как эти, я хожу еще по судам, трудовые споры. Я вижу, как судьи несправедливо решают, я вижу, как у судьи какие дома, и с ними ничего нельзя сделать, потому что они судьи. Вот сейчас мой сын работал в одной организации, не заплатили, в другой не заплатили, в третьи не заплатили, в суд дали и отказали. Как в этой стране жить? А в инспекцию труда жаловались? А что вы, да, у меня муж на работе поломал руку, так в инспекции пошел инспектор труда и сказал, что это неправда. Пока я сам не пришел, пока я не пошла, общественник, к этому саму начальнику, и он ухватил мужу 5 тысяч за то, что он целый месяц был сломанной рукой и работал на работе сломанной рукой. Вот какие у нас законы эти демократы сделали. Вот ты живи, как хочешь. Я считаю так, что есть многие канцелярии, которые не прошли, не только вы и я, а есть многие. Давайте мы их соберем. Давайте. И давайте группы дадим в суд. Я точно сделаю контестацию и в суд подам, но сейчас я и протестую даже. А что беру, вы думаете, что люди сильно смотрят? Люди говорят так, что им ничего не надо, они не хотят идти на войну. Я могу через интернет сразу же подать прямой эфир. Мы с каждым человеком говорили. Я лично ходила как директор, ходила с каждым человеком объяснял, что такое канцелярия. Потому что до сих пор канцелярия никто не избирал народ. До сих пор канцелярия у нас в начале. Потому что люди говорят, а что такое? Прямая своих берет. А что не так? Так. Вот так у нас в Молгавии живут. Понятно. Поэтому вы как будете тут протестовать, давайте еще узнаем кто. И соберемся вместе. И все вместе за тем в суд. Давайте. Я буду здесь час. Дальше. Часа дальше. Потом иду в чек, протестацию, апелляцию делать, потом в цик, да. Я была в цик, а он сказал, что вы уже все потеряли. Давайте в суд здесь хотите. Надо было до 19. Но если бы нам сказали. А нам не сказали, что до 19. Даже не написали. И сын там даже не расписался. Потому что они не сказали. И если бы сказали, то мы побежали собирать списки. А нам не было так, что я сказал.